Безусловно, к сожалению, не можем обойтись ситуацией на Украине. Вначале я скажу о текущей ситуации, потом у меня будет... Хотела бы поделиться оценками о политическом процессе, который происходит в этой стране. Как вы знаете, 1 сентября состоялась очередная встреча контактной группы в формате видеоконференции с участием представителей России, Украины, ОБСЕ, Донбасса и Совместного центра по контролю и координации, а также специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для фиксации хода реализации достигнутой ранее странами договоренности о прекращении огня в связи с началом учебного года и также относительно обеспечения ее выполнения. Мы с удовлетворением констатируем последовательное снижение числа нарушений режима прекращения огня, начиная с 28 августа и их отсутствие 1 сентября. При этом отмечаем необходимое сохранение режима тишины и в дальнейшем. Следующее заседание контактной группы запланировано на 8 сентября. В ходе заседания, с нашей точки зрения, чрезвычайно важно добиться выхода на подписание дополнения к Минскому комплексу мер о 12 февраля по отводу танков, минометов до 120 мм и артиллерийских орудий до 100 мм, а также приложение к нему по мерам верификации. С целью подготовки заседания контактной группы на 4 сентября, то есть на завтра, запланировано проведение очередной встречи в формате видеоконференции. Если у нас будут соответствующие оценки, мы ими с вами обязательно поделимся. В соответствии с договоренностью президентов России, Германии и Франции готовится встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки, о чем мы тоже вас информировали, вы в курсе. Российская сторона внесла свои предложения на этот счет и рассчитываем, что встреча состоится уже в ближайшее время. Теперь я хотела бы перейти к политическому процессу на Украине. Как вы понимаете, важнейшим вопросом урегулирования ситуации на Юго-Востоке этого государства является политическая составляющая, а именно налаживание прямого диалога между Киевом и Донбассом. Собственно, об этом мы не перестаем напоминать. Ключевым условием является реализация минских договоренностей непосредственно в части проведения конституционной реформы на Украине. В этой связи я хотела бы напомнить о ключевых положениях минских соглашений, содержание которых четко зафиксировано, и, как вы знаете, они не подлежат вольному толкованию, тем более извращению. Я также хотела напомнить, что Минск-2, то есть пакет документов, который был принят в ходе переговоров в Минске в феврале этого года, прошел одобрение Совета Безопасности ООН, соответственно, является обязательным к исполнению. Так вот, речь идет о том, что поправки к Конституции Украины в части, касающейся статуса Донбасса, должны быть согласованы с этими территориями и должны включать конкретные элементы децентрализации. Как повторяю, это обязательные условия. Эти элементы децентрализации подразумевают определение статуса русского языка, особые экономические возможности для указанных регионов и многое другое. Еще раз повторю, что все это должно быть записано в Конституции Украины по согласованию с Донецком и Луганском. Я часто встречаюсь с журналистами, с западными журналистами. У меня буквально вчера была такая встреча, на которой, абсолютно выражая искреннее недоумение по поводу нашей позиции, прозвучал мне вопрос, а где конкретно в минских договоренностях содержатся эти пункты? Вот давайте напомним еще раз тем, кто, может быть, сам не может найти в минских договоренностях эти параграфы. Я напомню, что это параграф 11, я хочу его просто зачитать для того, чтобы подкрепить свои слова и свои оценки фактурой. Так вот, в пункте 11 говорится. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие постоянного, подчеркиваю, постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1 до конца 2015 года. Примечание 1 как раз и в нем и содержится перечисление тех мер, которые должны быть обеспечены, а именно право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления, назначение глав органов прокуратуры и так далее. Но с этим, я думаю, вы уже можете справиться без меня. Однако вместо этого в проекте «Конституционные реформы Украины» украинские власти записали фразу, которая включена в раздел так называемых переходных положений. Вот я процитировала документ, который прошел в Совбез, там написано «постоянное законодательство». То, что мы видели, действия со стороны Киева, речь идет о переходных положениях, имеющих временный характер о том, что в отдельных районах Украины может быть установлен некий особый порядок местного самоуправления, определенный неким отдельным законом. Ну, я думаю, что второй раз зачитывать Минские соглашения я не буду. Все о них уже как бы, я надеюсь, теперь уже знают, где искать этот параграф. Вызывает удивление, что при обсуждении проекта «Конституционные реформы» в Киеве вместо налаживания внутриукраинской дискуссии, о чем, собственно говоря, и шла речь в Минске в феврале этого года и что было зафиксировано в документах, почему-то стали опять обвинять российскую сторону, заявляя, что в Москве нервничают, что российской стороне не понравились изменения в Конституцию, что МИД России забраковал украинскую конституционную реформу и так далее. МИД России 3 сентября просто процитировал минские договоренности, а вы уже все можете на экспертном уровне сделать соответствующие заключения, соответствует ли то, что было принято в Киеве, тому, о чем договаривались в Минске. Я могу подтвердить, что в Москве хотят только одного, а именно скорейшего мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и неукоснительного выполнения Киевом взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, в том числе в плане проведения реальной, а не мнимой конституционной реформы. Если говорить такими общепонятными фразами, то форма не должна подменять содержание. И та деятельность, которую мы сейчас видим в Киеве, не должна выдаваться за реализацию минских договоренностей в полном объеме. Повторяю, что реформа должна быть реальной, а не мнимой. Со своей стороны, в рамках имеющихся у нас возможностей, готовы и намерены оказывать этому процессу максимальное содействие. Также много вопросов было и регулярно мне адресуется относительно местных выборов на Украине. Хотела бы также остановиться на этом вопросе. Так вот, то, что касается предстоящих местных выборов на Украине, в том числе и на юго-востоке страны, то, как известно, именно выборы являются наиболее эффективным способом волеизъявления народа. Показателем настроения населения, граждан. И препятствовать такому волеизъявлению, а тем более запрещать проведение выборов, это просто недемократично. Также я хотела бы несколько слов сказать о том фоне, на котором развивается и политический процесс на Украине, и попытки проведения, к сожалению, мнимой конституционной реформы. Вынуждена обратить внимание на то, что на фоне в целом более активного и конструктивного обсуждения ситуации на Украине и на международных площадках в Киеве вновь зазвучали очень агрессивные, я бы сказала, даже, может быть, воинственные или воинствующие заявления, и принимаются решения, которые направлены на эскалацию внутриукраинского конфликта, а не наоборот. Делаются попытки переложить на других ответственность за развязывание гражданской войны на юго-востоке страны, еще более осложнить российско-украинские отношения. Так, в утвержденной на днях Советом национальной безопасности и обороны военной доктрине Украины главной угрозой страны объявлена Россия. При этом планируется дальнейшая передислокация украинских вооруженных сил на восток и юго-восток страны. Для чего это делается, я думаю, мы все знаем из истории внутриукраинского кризиса. Такая безответственная политика не будет способствовать консолидации украинского общества. Также не способствует мирному урегулированию в регионе и проведению американо-украинских военно-морских учений в Черном море. Это неправильный сигнал. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что урегулирование острейшего кризиса на Украине возможно только мирным путем на основе неукоснительного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта минских договоренностей при солидарных и скоординированных усилиях международного сообщества. И Россия к этому готова.